Ганзейский парламент – инициатор проведения семинара, организация, которая начала свою деятельность в 2004 году как гражданско-правовое некоммерческое объединение. Основная цель его деятельности – представление интересов малого и среднего бизнеса. В настоящее время парламент объединяет около 50 торгово-промышленных и ремесленных союзов из 12 стран. Его сотрудничество с Брестским отделением торгово-промышленной палаты началось в 2008 году. Сегодня в городе над Богом начал свою работу очередной семинар. На этот раз посвященный женскому предпринимательству и интеграции людей пожилого возраста в рабочий процесс. Наша сегодняшняя тема касается повышения инновативности и производительности малых и средних предприятий за счет задействования большего количества женщин и людей пожилого возраста. Необходимость принятия этих мер обуславливают такие причины, как снижение уровня рождаемости и старение наций в многих государств, в связи с чем уже сейчас чувствуется дефицит кадров, а также нехватка малого предпринимательства. Опыт скандинавских стран, где сегодня доля женщин и пожилых людей в рабочем процессе достаточно высока, многие признают успешным, что является подтверждением важности развития именно этих сегментов экономики в каждой стране. Исследования доказывают, что смешанный менеджмент мужчин и женщин в любой компании – отличное решение для бизнеса, приносящее высокую результативность труда. И на Брещене, по мнению президента Гонзейского парламента Юргена Хоги Форстера, для активной и плодотворной работы женщин создана неплохая база, и потому деятельность в этом направлении имеет шансы на успех. Мы больше чем уверены в том, что малые и средние предприятия в Беларуси, и в частности в Брестской области, имеют большое будущее, а благодаря поддержке женщин и людей пожилого возраста перспектив станет еще больше. Проведение подобных семинаров также является хорошей помощью при установлении новых деловых контактов, в том числе и зарубежных. Именно в рамках таких мероприятий может быть заложен фундамент для дальнейшего плодотворного международного сотрудничества.